Что происходит сейчас в регионе, узнаем вместе в студии Анны Рязанова. Добрый день. Сегодня ночью скандальная архангельская зенитка вернулась в сквер Победы. Зенитка, теперь уже безопасная, вернулась на прежнее место. Пушку привезли из Приморского района и установили около полуночи. Судьбу фонившего орудия определили архангелогородцы, приняв участие в голосовании на сайте администрации города. Большинство голосов было отдано за то, чтобы вернуть пушку на прежнее место. Напомним, скандал с опасной зениткой разгорелся 3 июля. Тогда дозиметра одного из архангелогородцев зафиксировал радиационный фон выше нормы в несколько сотен раз. Прибывшие на место сотрудники МЧС пушку увезли. Отметим, орудие прошло двойную проверку. Его исследовали сотрудники регионального МЧС, а затем специалисты Беломорской военно-морской базы. Они обнаружили и сняли радиоактивные элементы. Теперь пушка безопасна. 17 июля инициаторы проекта «Поморский карбас» завершили свое экспериментальное путешествие по Белому морю. Еще в начале лета ребята взяли старую модель поморского карбаса в Краеведческом музее и сделали ее большую копию. Вернувшись в Архангельск, они встретились с губернатором региона Игорем Орловым. «Вашка» – так называли карбас, созданный на берегу одноименной реки в селе Лишуконское. Оттуда на нем группа энтузиастов и отправилась в свое первое водное испытание через Мизень на Соловки. 780 километров и 10 дней путешествия на судне позволили сделать интересные выводы. Мы сделали вывод, что построили мы прототип лоцманского карбаса, лоцманской службы, которая была здесь на Северной Двине в старину. Вот на таких карбасах вывозили лоцманов на рейд, когда встречали судно издалека. За плечами Евгения Шкарубы сотни морских миль и десятки стран. Но Белое море оказалось одним из самых сложных в его практике. И тем не менее, по словам морехода, поморье обладает широким потенциалом для развития туризма на шлюпочно-весельных судах. Здесь большие отлоги берега песчаные. В любом месте можно высадиться, вытащить лодку, спрятаться от непогоды. Есть небольшие речушки, в которые можно на полной воде зайти. Одним словом, идеальное место для туризма. Создатели проекта, члены клуба «Морские практики» в разговоре с губернатором отметили, что для строительства таких классических старых судов сегодня не хватает чертежей. И добавили, что собираются издать книгу о Карбасе и продолжить строительство судов такого типа. Это все энтузиазм. Это такой профессиональный энтузиазм. Но он требует соответствующего обустройства с нашей стороны. И мне хотелось бы, чтобы мы этим тоже занялись. Каждый шаг проекта с самого начала фиксировала съемочная группа из Москвы. В ближайшее время планируется выпустить фильм о деталях экспедиции. Михаил Меньшанин, Владлена Романова, Светлана Михеевская, Архангельское телевидение. Теперь в Новодвинск. Там активно начались работы по замене теплотрасс. Жители некоторых домов, минувшись зимой, жаловались на холод в квартирах. Поэтому некоторые участки включили в инвестиционную программу, чтобы летом провести обязательный ремонт. В инвестпрограмму попал участок теплотрассы на улице Двинской. В этом месте происходили постоянные прорывы. Сейчас на месте ведется демонтаж старых труб. Кстати, в прошлом году здесь уже было заменено 390 метров теплотрассы. Реконструкция данной теплотрассы подразумевает под собой замену старых труб на новые с применением пенополимерной изоляции современной, которая гораздо эффективнее, скажем, экономит тепловую энергию при транспортировке, чем старая обветшавшая минватная. В этом году производится замена порядка 300 метров трубы диаметром 426. Это продолжение работы прошлого года. Данные работы у нас проводятся в части исполнения инвестиционной программы, которая утверждена Министерством ТК ЖКК до 2020 года. Что позволит нам замена труб? Здесь находятся жилые дома. Также здесь есть детский сад «Радуга» новый и школа номер 3. То есть, сделав эту теплотрассу, мы в разы снизим потери теплоносителя, улучшим качество предоставляемой услуги. Детишки в детский сад пойдут, они будут в тепле. Мы будем точно знать, что они будут в тепле. Значит, будут меньше болеть, как и школьники. Также хорошую качественную услугу получат жители ближайших домов. Все работы по замене теплотрассы на этом участке завершатся в конце августа. Блесецкий район отметил 85-летие. Специально к юбилею среди жителей провели вопрос, что, по их мнению, может претендовать на звание чудес местного края. Было предложено более сотни вариантов. После долгих споров и итогового голосования выбрали семь, которые теперь стали не только брендом Плесецкого района, но и вдохновляют местных активистов на создание настольных игр, рассказывает Алексей Шемякин. Если взглянуть на карту Плесецкого района, то словно бабочка оберегает этот край своими крыльями. И это ли уже не чудо само по себе? Мысли выбрать чудеса зародились еще в 2011 году. Тогда местные молодые активисты обратились к жителям района поучаствовать в конкурсе. В 2011 году стояла в районном молодежном совете. Там еще были мысли, что вот надо бы, у нас столько много достопримечательностей в Плесецком районе, что надо бы придумать что-нибудь. Долго о ней думали. Потом в 2014 году нашли чудеса, то есть общим голосованием выбрали очень много чудес, и общим голосованием выбрали семь чудес. Тогда никто и не ожидал такого отклика. Выбор был непростым, ведь каждый из предложенных, будь то памятников или природных явлений, заслуживал внимания. В итоге среди семи чудес родник в деревне Закумихинская, сюда за водой приезжают даже из Мирного, семипролетный мост на Городнях, единственный на севере, святой источник преподобного Антония Сийского, водопад на реке Нижний Ик, Благовещенская церковь, единственный сохранившийся на севере образец Клецкой церкви с бочковидным покрытием, лиственничная роща занимает 90 гектаров, а возраст деревьев около 400 лет, и небеса иконописца Федора Иака. Позже у местных активистов появилась мысль воплотить семь чудес в виде игры. Написали проект, выиграли грант в 50 тысяч рублей, сами сделали эскизы, сами рисовали. Не обошлось и без трудностей. Самым сложным для нас было найти издательство, которое бы взяло в работу маленький тираж. Потому что типографии не берут обычно маленькие тиражи. И для того, чтобы создать эту игру, нам пришлось заказывать листы разноцветные, напечатанные, и коробки мы клеили сами. В итоге 12 комплектов настольной игры для детей дошкольного и младшего возраста увидели свет. Теперь малыши уже в детском саду получают первые представления географии родного края. Кстати, все подобные начинания и идеи жителей Присецкого района поддерживают местные власти. Здесь очень многое зависит от тех людей, неравнодушных людей, которые могут найти на территории того или другого муниципального образования вот ту изюминку, которая могла бы заинтересовать потенциальных турчийских туристов. У нас есть много сегодня посылов от жителей местных, местных, скажем, муниципальных образований, такого сельского уровня, которые готовы развивать на территории своих муниципальных образований вот эту вот турчийскую составляющую. Но их надо учить этому. Проектов по развитию туризма в Плесецком районе немало, и сейчас идет их активное продвижение. Местные жители хотят, чтобы их край вызывал гордость не только, когда упоминают космодром или кинозерия. Здесь много и других прекрасных мест. Алексей Шемякин, Евгений Зыков, Архангельское телевидение, Плесецкий район. Такие новости. К этому часу увидимся в 16. Не прощаюсь. Продолжение следует...